МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вася, там тебя заждались. Давай, 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 привет, пойдем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ребят, всем привет! Значит, сегодня приехал наш друг, наш инструктор, который находится в зоне СВО, сейчас в отпуске, проведет с вами очередное занятие. Начнем мы 40-50 минут с холостого тренажа, и потом Василий сделает тактическую ленисину и покажет свои способы, как излечить по-быстрому и качественно. Правильно? Отлично. Все, построились. Здорово, Василий! Привет, Василий! С начала мобилизации мы открыли такой проект, как бесплатная довоенная подготовка, а также организовали женское наше волонтерское движение под названием «Верим в тебя, родной», которое объединяет уже около 150 женщин московского региона. Они в свободное время приходят, плетут сети, делаем блиндажные свечи. В среднем раз в две недели у нас машина уходит с гуманитаркой. С учетом моей боевой службы мы разработали целую методику по довоенной подготовке. Это как тактика в лесу, тактика в здании, как тактическая медицина, где у нас главный был, всегда есть и будет Василий. Но сейчас его заменяют другие люди. Минно-подрывная подготовка, снайперское дело, психологическая подготовка, артиллерия. Даже благодаря правительству Московской области мы приобрели сейчас определенные реквизиты для довоенной подготовки. В том числе у нас есть тратбольный миномет, который на 500 метров стреляет. Все у нас воспитанники уже знают, как обращаться с бусолью, как наводить координаты. Мы все это делаем. За это время мы подготовили около 750 человек, и более 70 ушло в зону специальной военной операции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть на ходу движения раз-два, раз-два, переставили раз-два, 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 раз-два. Будете работать в здании специально, еще раз говорю, вот вы идете, вот перед вами угол, чтобы сразу могли вот здесь переставить, не дай бог, если вы будете переставлять каким-то образом, кто-то выскочит, вы не успеете прострелить. За счет вот этой манипуляции вы можете постоянно простреливать и сближаться с этим углом. До войны работал фельдшером скорой помощи на Красногорской станции скорой медицинской помощи. В 2023 году заключил контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Прохожу службу на передовой в качестве боевого медика. Оказываю помощь нашим пацанам. И в свободное время сейчас, находясь в отпуске, в краткосрочном отпуске пришел к своему другу на занятия по довоенной подготовке. Мы их за это время провели два. И... За время твоего отпуска? За время отпуска, да. Но до отпуска, точнее до прохождения своей службы, где-то около 8 месяцев Василий преподавал очень прям энергично. И многие ссылаются на твои знания, которые получили здесь на занятиях, потому что мы все-таки воспитали достаточно очень много людей. Дело в том, что медицинская помощь на поле боя это один из самых-самых главных моментов для выживания наших бойцов. Если человек не умеет оказывать себе самопомощь и взаимопомощь, не владеет техникой наложения элементарных жгутов, техникой повязок-перевязок, не знает, как правильно применить обезболивающие препараты, то риск того, что человек погибнет или он выживет, но качество его жизни изменится в худшую сторону, он разрастает. Мы на курсах до военной подготовки, бесплатной до военной подготовки подчеркнем это. Мы все эти моменты обговариваем, подговариваем. И те, кто у нас уходит в зону специальной военной операции, эти же знания, что мы даем им здесь, они распространяют это среди других бойцов. Двумя пальчиками вы начинаете это дело туда запихивать. Запихнули максимально глубоко, очень сильно глубоко и все это засовываете. Пальцы оставляете здесь, двумя пальчиками второй руки собираете дальше. Засунули, засунули, засунули. И пока вы все это дело не затампонировали, не создали такую... Прям вот все, до конца. Наши пострадавшие в это время будут массу вам комплиментов делать, будут на вас орать, грозиться вас убить. Я хожу сюда, потому что мне нравится передавать свои знания, полученные в ходе проведения специальной военной операции. И вообще медицина, оказание первой медицинской помощи в наше время, в военное время. Да и эти знания, они пригодятся везде. Василий, находясь в отпуске, провел у нас второе занятие. Завтра он уезжает опять в зону специальной военной операции. По приезду не забудь опять провести занятия, да? Так что давайте скажем ему огромное спасибо. И самое главное, чтобы вернулся живой, здоровый и с победой. Давайте, похлоп. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!